Винтовка М1 Гарант, конкретно эта оборудована наствольным гранатометом М7. Заряжается холостой патрон, в пачку сверху, восстанавливается адаптер под обычный осколочный гранат М2, перед выстрелом вытаскивается ЧК, пин, рычаг предохранительный находится в этот момент в предохранительном положении. Производится прицел, просто выставляется горизонталь по уровню, на определенную дату вводится поправка, право-лево. Немножко сбился. Но чаще всего им не пользовались, потому что штука довольно-таки хрупкая, стреляли просто навскидку, на глаз. А это какая-то модернизированная винтовка или это прямо... Просто обычная винтовка М1 Гарант устанавливает, откручивается гайка, которая отвечает за работу полуавтоматики, чтобы был только одиночный выстрел. Восстанавливается гранатомет М7, он складной. На него устанавливается... Ого, вот так. Соответственно, производится... Производится вот эта штука практически одноразовая, потому что никто ее в полубое потом на позициях противника искать не будет. Производится выстрел. С помощью холостого патрона граната улетает. При приземлении на землю она выскакивает из удерживающих ее лапок, отщелкивается. Рычаг, происходит взрыв. В полубое, в мемуарах, очень многие бойцы потом описывали, что в горячке боя забывали выдернуть чеку. И на позиции прилетали просто гранаты, которые кому-то били по кумполу. И смертельное оружие. А вот эта вот как-то снимается? Да, но сейчас мы ее снимать не будем, значит, мы ее не поставим обратно. Так да, как только ее снимаешь, получаем просто обычную винтовку М1 Гарант. Винтовка М1 Гарант – одна из первых полуавтоматических винтовок американской армии. Разработана Джоном Гарантом в 30-е годы. Начала выпускаться, если мне память не изменяет, в 36-м году. До нее были варианты разработки полуавтоматических винтовок, но это было признано одной из первых самых удачных именно в американской армии. Стояла на вооружении примерно до Вьетнама. Ну, как, менее официальный, в основном как снайперский вариант. В данный момент представляет большую коллекционную ценность и используется для спортивной стрельбы. А сколько она сейчас стоит вообще, если вот себе купить холостую? Зависит от того, как сможете ли вы ее найти. Да, если вы будете покупать тех, у кого она есть, вы покупите за очень дорого, потому что ввести ее уже не очень получится. У нас сколько таких в России вообще долг? Я машину взяла. Штук 5 холощенных, штуки 3 в охотничьем варианте. То есть их реально 10 штук всего в стране вот таких? Ну, это копия. А вот это тоже копия? Где оригинальная? Один из пяти. Один из пяти винтовок? У меня там больше ползина. Оригинальная? Да, 45-й год. А где вы ее нашли? Ебэй. А сколько стоило? Кто же ее помнит? Это было давно. 200 баксов, насколько я помню. Не, меньше, меньше, меньше. Без граната, граната-самоделка. Нет, по-моему, с гранатой, если ты посмотрел и искал, думал взять, не взять. Граната-самоделка. Мы дорабатывали форму самой гранаты под правильно. Правильный запал, правильная скоба. Скоба оригинальная, кстати, тоже. И правильный сам пин с кольцом. То есть как бы это максимально вот тот вид, который был на момент 44-45 года. Продолжение следует...